Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешим. Номер 1129. Событие дня. Псалом 65, 18. «Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь. Но Бог услышал, внял в глаз умоление моего» за 18 января 2019 года. Всегда объявления. Просили сделать, сделали. Кто-то может поможет. Умерла сестра 42 года, осталось четверо детей. Кто пожелает, может помочь. Выставили ролики, как хоронят. Тут все без обмана. Вот куда помочь, какие тут данные. Все, пожалуйста. Наталья, благодарю. «Спаси, Христос, мой любимый отец Игнатий. Отец Игнатий, мир вашему дому. Я в роддом приехал, а у нас 9 утра. Думаю, через 4-5 часов рожу. Помолитесь за меня, а то мне уж страшно от боли. Мне повезло, сегодня работают русские женщины из России, не немцы. Это она в Германии живет. «Спаси, Христос, вас. Сегодня в Святцах Аполлинария. Так и назову девочку. Мы молимся, отвечаю ей». Она пишет. «Отец Игнатий, 30 минут назад родила. Спаси Христос за молитвы. 30 минут назад родила, и уже в Этернете. Мне аж три русских врача помогли. Девочка, 3700 килограмм, большая. Вы молились, и так быстро пошли роды. С 12 до часу первый раз так. Земной поклон. Благодарю. Я других троих три часа мучилась. Рожала. А сыном очень сильный. Без... Вот, на 30 минут дольше. Более, как будто колесницей разорвали на все части. Ну, я тут маленький рассказик помещаю. Автор неизвестен. Мужик клал деньги на телефон. Да промахнулся номером-то. Отправил не туда. Пишет на тот номер, куда отправил сообщение. «Верните, пожалуйста, деньги на этот номер. Тысячи изменений за неудобства. Отправил по ошибке». Проходит час. В ответ тишина. Мужик понимает, что ответа не будет. Деньги не вернут. И пишет второй раз. «Мир вам. Мы признательны, что вы приняли наше денежное вознаграждение и приветствуем вас в рядах исламского государства. С завтрашнего дня начинается ваша боевая подготовка. Мы знаем, кто вы и где вы живете. Пикап подъедет за вами в 6 утра. Через 30 секунд на счет телефона приходит утроенная сумма ошибочного отравленного платежа. То есть в три раза больше. И еще через 30 секунд приходит сообщение. «Мир вам. Простите. Мой телефон лежал над зарядкой в другой комнате. Я слепой. Я глухой. Я немой. Парализованный. Безногий. Инвалид. Не тратьте время. Не заезжайте за мной. Спасибо». Борис пишет. «Поздравляю всех с величайшим православным праздниками, богоявлением и крещением Господним. Желаю, чтобы на вас сошла святая Божья благодать, чтобы тело и душа, омываясь со священной водой, насытились здоровьем, легкостью, отрадой, чтобы ушли боль, досада, разочарование, ненависть и пороки, а на смену им в душе воцарились мир, покой и согласие». Владимир один пишет. «Мир вам, Игнатий. Со скольки лет детям идти на исповедь? Моим в марте будет 7 и 8 с уважением. Ну вот и посылай. Это уже большие дети. Бывают такие развитые, что и раньше приходится. Они и обмануть умеют, и что-то сделать не так». Вот пишет жена Ирина Владимира Головина, батюшки. Вот она. Тут такой снимок большой. Ну, все-таки оба глаза видать. И пишет. «Игнатий Тихонович, со святым вечером. Да, я понимаю, что у вас ко мне нет вопросов-то, но у отца нет аккаунта в сети вообще, поэтому вам я и написала. Установим скайп, попробуем. Ноутбук есть и телефон есть. Спаси Христос». Ну ладно. Вот отец Владимир, у него там столько роликов, он говорит, тысячи людей. Это я понимаю. Ну, в частном-то порядке это тоже бывает. Вот апостол Павел писал послание к римской церкви, господствующей. Но отдельно Тимофею. Да ни одно еще. К хиту. Отдельным личностям. Ян Златовус пишет. 12 томов. Но отдельно письма о Олимпиаде. Куда он писал, и дальше перечисляются все. И так везде мы видим. Христос. Ну, это пример же Христос. Христос беседует. Люди собрались на горную проповедь, но отдельно. Отдельно беседует. Отдельно по скайпу, по-нашему сказать. И с Самарянкой отдельно, видим. И с Никодимом Боязливым отдельно. Да и так сколько священникам я брал отдельно, уходил. Как на гору. По-сегодня, как скажут, содружеств учат. Так что для меня вопрос вообще непонятный уж. И я не ожидал этого. Что у такого человека, имеющего такую связь, и скайпа нету. Не понимаю. И считаю, что для меня это невыносимо было бы. Но на всех ты выставляешь где. Вот я выставляю, там есть даже полмиллиона. Больше посещения на один ролик. Ну, какие? Что сравнивать с другими-то? Я вчера смотрел на одного, как в Америке. Там он был, задерживали. Три с половиной миллиона. Там ничего нету. И никто ничего не возьмет. Ну, заходят вот жирафы, как волки пожирают эти львы. Там три-пять миллионов. Ну, из-за любопытства. А чтобы открыть священное писание, где вот я насчитываю златоуста, доброта, любие, жития святых, Библию. Там даже до сотни ни разу не доходит. Уже пять лет, шесть лет стоит, и 70-80 человек. Я говорю о том, что скайп обязательно необходим. Ну, необходим. Никак по-другому. А как беседовать? Это как письмо. Раньше я писал много. У меня было 1200 писем в год. 1200 конвертов. Сколько тратился. А сейчас, вчера пошла, она рожать. Пожалуйста. И тут же мне отвечает. Вот вчера занятия были. И тут же выставили эти занятия. Уже и я выставил. Вчера вечернее занятие уже выставил. Вот. И теперь спрашивают по отдельности. Каждый заходит. Вот звонит вот одна. И смотрит. Я уже несколько раз предупреждал. Сначала надо меня предупредить. Вот никак. Ломится опять. Я такая. Ну, хоть слово-то сказать. Ну, и ко мне же в гости идешь. У меня определенное правило. Почему бы не послушать-то? Я вот такое отсылаю. Сначала напишите внизу в скайпе. Смогу ли принять. Так как приходится сейчас отключаться на работу. Принять могу с 4 до 16. С 4 до 4 по Москве. У нас все записывается. Выставляется в интернет. Поэтому никаких тайн и личного ничего. У вас и у меня обязательно должен быть глазок. Веб-камера. Если кому наши такие условия не подходят, они таятся, боятся, то просим таких нас не беспокоить. Не принимаем. Только напишите сразу, кто вы. Имя, фамилия, место и чего бы вы хотели. Скайп. Игнатий 10. Прошу не чаще, чем один раз в день заходить на страницу скайпа, вбрасывать материалы. Раздаются звуки в виде квакания. Отвлекает от работы. Ну и дальше это же самое. Машина перевела на английский. Ну и все. На этом сегодня прислала одна женщина. Горячего, что получила. Книги наши. Вот она. Вот увеличить надо. Тут я не смогу. Что тут как? Ну нету, нету. Не дает. Вот три книги получила. Увеличить надо. О, вот увеличил. Вот как одето в платке. Вот все горящего. Вот, пожалуйста. Это в частном порядке. А тут дерево интересно показывает. Дерево. И под деревом молодежь играет пузырями. Дерево растет. Уже вот юноша и девушка. И вот теперь видно, что уже вырос и не встреча. Она ногу всегда переломит. Это все. Но я знаю, для чего это делается. Чтобы зад выпящивался. Вот. И другое дерево маленько подрастает. Вот согнулись двое. И вот он под деревом. Дерево тоже. Вверху веточки сухие. И он сидит. И мономогильный тут памятник. Ну и здесь дерево засохло. И два памятника. Ну вообще, об этом Серахов говорит. Листья нарастают, опадают. И так поколение за поколением приходит и уходит. Вот. Тут мне вчера тоже выслали показать. Это раньше было. Вот пришли как на крещение или как помазание, видимо, священник. И женщина на руках держит ребенка, коса, одетая как надо. И бабушки одетые как надо. Вот. А это вообще без платка. Ну это художник рисовал. Мы можем... Ну фотографий-то не было. Действительно, одеть очень трудно. Женщину очень трудно. Почему? А для нее это знак власти. Вот мусульманка, она подчиняется мусульманам. Они всегда одеты по-христиански. Вот возьмите и посмотрите как. А вот стоит ведмодиакон. Косичка у него. Вот что? Растит постыжение. Ничего, пожалуйста. Косичка. Вот. Здесь, если жена постыжает голову, молясь. А как не молиться? Ребенка помазует, крестят. Все. Ну, большая рубаха, вот ниже, до колен почти рубашка, под поясом. Ну, тут все как есть, все сходится. Ну, мне и выстрели по тому. Вот женщина без платка. Ну, что сделать? Неправильно. Вот. Неправильно. Вот смотрите. Как же это правильно. Мужчина стоит молодой, с бородкой. Вот. Это женщина в каком-то салопщике таком. Непонятно, волосы видны, не видны. Не должны быть видны. Не по-старообрядчески. И там он сзади тоже как будто бы без платка стоит. Вот. Дедушка какой-то. Дедушка или ребенка тут на приступки поставили. Самовар, видать. Листик. Это у нас называют противень. Ребенок ползает. Тут уж спрашивать нечего. Дом какой-то все нештукатуренный. Это художник рисовал иконы в темном углу. Вот на этом, собственно, и все. А еще, что сказать-то? Сижу дома. А вот хотелось показать. Епископ Евтихий Курочкин. Почему я против крещенских купаний? Я так сейчас проведу дальше. А вы сами посмотрите. Я уже делал это несколько раз. Прекрасная статья. Это язычество купаться. Самое настоящее. И вредное для здоровья. А то я для здоровья. Язычники. Епископ Евтихий это все подробно описывает. Ну, затормозите и прочитайте. Тут Булгаков об этом что говорит. Единое крещение. Никакого крещения тут нет. Купают женщины. Сиськи развесят. Прямо открыто все. Мужчины только стоят на рты. Разведут. Чего уж там видят. Еще нет. Ну, и можно показать наши ресурсы. Вот. Любимый мой мир. Очень хорошая система. Тут рекой писать. Почта. Вот. Форум. Тоже. Хороший. Тут перекидывают сюда. Вот. Всех с праздником тут поздравляют. Изучение Библии. Вот. Идеальность тут. Ну. Видно, что признают праздник. Ну, и, конечно, православный наш видеоканал. Сегодня крещение. Сейчас вот в храм пойдем. Батюшка где-то на подъезде уже. И тоже поснимаем. И тоже будет. Ну, и. Вот. Что-то тут непонятно. Во свете Библии православный библейский сайт. Вот так. Здесь вообще много вопросов, ответов. И на этом все. Продолжение следует... Спасибо.